Для того, чтобы иметь красивое и сильное тело, нужно хорошо постараться. Пауэрлифтинг – это своеобразный тройной удар для организма. В результате тренировок люди получают не только крепкие мышцы, способные поднимать большие веса, выносливость, а также тренируют силу воли. В этом мы убедились, побывав на соревнованиях по пауэрлифтингу. Пауэрлифтинг – спорт не только для мужчин. Девушки тоже могут заниматься им и добиваться немалых успехов. Занятия пауэрлифтингом направлены на обретение физической силы путем поднятия все большего веса. На открытое первенство филиала КубГУ в Славянске-на-Кубани, Славянского района и Краснодарского края среди вузов по пауэрлифтингу «Классический жим» в спорткомплекс «Буревестник» собрались молодые люди и девушки, которые знают, что такое напряженные тренировки и радость спортивных побед. С приветственным словом к участникам обратился Юрий Багдашов, президент Федерации Краснодарского края по пауэрлифтингу. Он поблагодарил организаторов за возможность провести соревнования в нашем городе и пожелал успешного выступления всем спортсменам. Из горячего ключа на соревнования приехала неоднократная чемпионка и рекордсменка России по пауэрлифтингу Александра Черновол. «Занимаюсь я в данный момент уже пять лет. На данный момент я являюсь мастером спорта России, без пяти минут международником, трехкратной чемпионкой России, двухкратной чемпионкой и рекордсменкой России. Я буду выступать на международном старте. Российский старт я удачно отобралась, установила снова новый рекорд. И сейчас в данный момент у меня поездка в Казахстан. Первенство мира среди юниоров по жиму лежа». В составе команды филиала КубГУ в Славянске-на-Кубани выступала многократная чемпионка России среди вузов Юлия Игнатенко. «Я с радостью просто пошла буквально на следующий день после того, как поступила. И вот, да, уже на четвертом курсе являюсь мастером спорта России по пауэрлифтингу. Мне нравится, ну вот, не знаю, просто мне нравится заниматься. Это мое изначально. Тренировки у меня каждый день, то есть пять дней в неделю, постоянно по два часа мы тренируемся. Независимо от праздников и каких-то там выходных, каникул, всегда стараемся тренироваться. Сейчас, ну, так как я уже выполнила мастера спорта, хотелось бы, конечно, собрать еще на международника. Ну, как бы, ничему нет предела, наверное». Соревнования были очень интересными и зрелищными. Александра Черновол и Юлия Игнатенко уверенно победили в открытом первенстве в своих весовых категориях. А в командном зачете лучшей стала команда филиала Кубанского университета в Славянске-на-Кубани, высшее образование. На втором месте студенты Кубанского университета из Краснодара. На третьем команда филиала КубГУ в Славянске-на-Кубани, среднее профессиональное образование. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Кубанского университета.